Год назад я уже выпускал подобное видео, но за прошедшее время информация, сказанная в нём, сильно устарелся. Поэтому я решил делать ремастер этого видео, где расскажу, как играть ЧГ на ПК в 2025 году. Приятного просмотра! К сожалению, за прошедший год разработчик не удосужился сделать порт Чикенсранчика на компудактеры, поэтому всё так же будем использовать эмулятор. Перед тем, как скачивать эмулятор, надо включить виртуализацию. Чтобы её включить, надо зайти в параметры, приложения, программы и компоненты, включение и отключение, Hyper-V. После чего перезагружать ПК. После этих действий можно скачивать эмулятор. Какой эмулятор выбрать? Выбирайте один из двух эмуляторов, либо LDPR, либо Bluestacks. У обоих есть свои плюсы и недостатки, но среди этих двух советую выбрать Bluestacks, как по мне, он удобнее LD-шки. Ссылка на официальный сайт Bluestacks будет в описании. Как только вы зайдёте на официальный сайт, нажмите на кнопку «Скачать Bluestacks». Не надо знать, файл, который вы скачиваете, это не сам Bluestacks, а его установщик. Чтобы скачать Bluestacks, надо открыть установщик. Bluestacks весит больше 3,5 гигабайт, поэтому если у вас свободно 10-15 гигов, откажитесь от скачивания эмулятора. Или хотя бы почистите место перед его установкой. И если у вас меньше 16 гигабайт оперативки, тоже откажитесь от эмулятора. Так как если у вас меньше оперативки, то либо эмулятор будет очень сильно лагать, либо он у вас в принципе не откроется. Теперь переходим к скачиванию чекинганчика на эмулятор. Откройте эмулятор, заходите в Google Play и обязательно регайте новый аккаунт Google, с этим вы как-нибудь сами справитесь. После этого скачайте чекинган. Стой! Не закрывай видео! Я ещё не показал, как настроить управление. Это нужно для нормальной игры. Желательно зайдите на какую-либо карту, чтобы вы понимали, где какая кнопка находится. Нажмите на клавиатуру в правом верхнем гуфлево экране. Зажмите «Редактировать управление». Желательно перед этим выйдите из плотно-экранного режима, так как в нём велик шанс вылетов. Зажмите «Дипад» и перетащите его в район джойстик управления. Игру хуже может ходить, но это вам мало всё. Тыкайте на кнопку стрельбы, после чего жмите правую кнопку мыши. После тыкаем на знак прыжка и на пробел. В центр перетаскиваем прицеливание и стрельбу. Всё, базовое управление настроено. Все остальные кнопки и клавиши, на которые будут активироваться кнопки, выбирайте вы. Если что, управление у вас будет дёрганым. Как исправить это, я не знаю. На этом моменте я завершу видео. Надеюсь, я смог вам помочь. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока.